Медицинская помощь Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на охрану здоровья. Под ней, согласно Конституции, понимается совокупность мер политического, экономического, социального, медицинского характера, которые направлены на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, а также поддержание его долголетней активной жизни. Что касается медицинской помощи, то она включает в себя профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь. Следует помнить. Государство обеспечивает гражданину охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного положения, место жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Основным актом, регулирующим отношения в области данного вопроса, являются основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года. В документе определяются права людей и их гарантии, а также обязанности и ответственность медико-социальных учреждений. Итак, какие основные права есть у пациентов? Пациент имеет право на уважительное и гуманное отношение при получении медицинской помощи, выбор врача и лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного медстрахования, проведение по просьбе пациента консилиума и консультации других специалистов, облегчение боли доступными способами и средствами, информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него, информацию о своих правах и обязанностях, возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании медпомощи, законного представителя для защиты своих прав. Кроме того, в нашей стране медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатна. Ее позволяет получать действующая система обязательного медицинского страхования. Поэтому важно понимать, в каких случаях и какие виды помощи пациент может получить на безвозмездной основе. В системе обязательного медицинского страхования граждане, застрахованные по обязательному медицинскому страхованию, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, имеют гарантированное право на бесплатное получение медицинской помощи. К этим видам помощи относится скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Также это реабилитация. Стоит отметить, что каждый пациент имеет право на получение медицинской информации, такой как состояние своего здоровья, результаты обследований, диагноз, способы и методы медицинского вмешательства. Кроме того, эти данные являются врачебной тайной. Лица, которые в силу своих профессиональных обязанностей имеют доступ к информации, относящейся к врачебной тайне, обязаны ее не распространять без согласия на то пациента. Вместе с тем законом у нас определены случаи, когда информация, относящаяся к врачебной тайне, может быть передана иным лицам без согласия пациента. К таким случаям, в частности, относятся обследование и лечение гражданина, который не способен в силу состояния своего здоровья выразить свою волю. Также при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений. Кроме того, информация, относящаяся к врачебной тайне, может передаваться по запросам органов дознания следствия суда, при производстве следственных действий, судебных разбирательств и в целях проведения военно-врачебной экспертизы. Следует знать, что за разглашение врачебной тайны грозит уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность. Рассмотрим более подробно санкции каждой из них. Уголовная ответственность. Гражданину грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. Лишение права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет. Арест на срок от 4 до 6 месяцев. Лишение свободы на срок от 1 года до 4 лет. Административная ответственность влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей. Гражданско-правовая ответственность. Суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации причиненного вреда. В данном случае следует помнить, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, денежную компенсацию пациенту будет выплачивать не личный причинитель вреда, а организация, в которой он работает. Не секрет, что ежедневно происходят преступления различного характера. Так вот, если у врача или фельдшера скорой помощи есть основания полагать, что травму гражданин получил в результате противоправных действий, они обязаны сообщать в органы внутренних дел. К таким повреждениям, в частности, относятся повреждения от огнестрельных ран, полоторезанных ран, при отравлениях, при попытках к самоубийству, телесные повреждения, причиненные в результате дорожно-транспортных происшествий, также иные телесные повреждения. Пациенты обязаны знать и помнить, что любое медицинское вмешательство может быть совершено исключительно только с их согласия или законного представителя. В то же время не все граждане разбираются в тонкостях медицины, поэтому врачи обязаны в доступной форме объяснить, какой поставлен диагноз, каким образом должно проходить лечение. Своё согласие пациент выражает в письменном виде. Точно так же оформляется и отказ от медицинского вмешательства. Нужно знать, что на территории Российской Федерации лица без гражданства имеют такие же права и обязанности в сфере обязательного медицинского страхования, как и граждане России. Нормы, касающиеся обязательного медицинского страхования, распространяются на работающих граждан, в том числе и иностранных граждан. С момента заключения с ними трудового договора обязательное медицинское страхование и выдача им медицинских полисов осуществляется работодателям наравне с другими работниками. Нередко у граждан возникает вопрос, какие льготы предусмотрены в сфере охраны здоровья. Попытаемся разобраться. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора услуг имеют отдельные категории граждан, которые определены федеральным законом. К таким лицам относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком жителей блокадного Ленинграда, граждане, работавшие в период войны, инвалиды и дети-инвалиды. Данные граждане имеют право на получение набора социальных услуг. В данный набор социальных услуг входят следующие социальные услуги. Это обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями по рецептам на лекарственные препараты, предоставление при наличии показаний путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. К основным видам нарушений прав пациентов относятся отказ в предоставлении медицинской помощи и низкий уровень ее оказания. Что же делать, чтобы защитить себя? В случае, если это был отказ в предоставлении медицинской помощи, здесь надо обязательно смотреть, был ли письменный отказ от медицинского вмешательства, было ли вообще обращение с той проблемой, которая возникла у пациента, и вообще был ли, в принципе, отказ как таковой. Что касается в части ненадлежащего предоставления качества медицинских услуг, здесь тоже могут быть различные моменты. Если гражданин полагает, что его права нарушены, вот куда обратиться? В первую очередь надо обратиться в администрацию того лечебного учреждения, где пациент считает, что его права нарушены. Также гражданин вправе обратиться в региональное министерство здравоохранения с соответствующим заявлением. Также гражданин может защитить свои права в суде или обратиться в органы прокуратуры Сахалинской области. Субтитры создавал DimaTorzok